4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. О необычных братьях наших меньших побеседуем с нашим гостем. Этим утром у нас в студии Николай Пономарёв, коллекционер Арахно Кипер. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Николай, этим утром у нас в студии Николай Пономарёв и ещё 284 паука, мы забыли упомянуть. Сколько сегодня вы принесли своих питомцев в Камстудию, расскажите? Сегодня около 25 штук взял. 25. Это какая часть вашей коллекции? Это, наверное, треть. Треть? Да. Остальные дома у вас, да? Да. Я ждут. Замечательно. Вообще общая численность у меня около 200, но цель собрать не как можно больше, а как можно больше видов. Ну то есть у меня сейчас стоит цель собрать 50 разных видов со всего мира. А вы как, как происходит вообще вот этот сбор этих пауков? Вы приезжаете в какую-то страну, находите паука, его в карман и всё. На самом деле нет, я покупаю как раз потомство. Не обязательно ездить в любую страну, можно купить там в одном из городов. Краснодар, Крым, Москва. Мы теперь знаем, куда нам не стоит ехать. Да. Ну а расскажите, пожалуйста, сегодня у нас вот замечательные ваши питомцы. Мне кажется, они очень очаровательные. Вот такие махровенькие, такие прекрасные. Расскажите, вот, например, кто это? На самом деле они все милашки, но контактировать, по большей части, возможно, только с наземниками. Всего выделяют три группы – наземники, норные древесники. Наземники максимально лояльны к человеческим манипуляциям, их можно брать в руки, с помощью них борются с архнофобией, их можно использовать в фотосессиях. Это наземники? Это наземный вид, да. Если вы смотрели какие-нибудь фильмы «Мы миллеры» либо «Один дома», там тоже как бы снимался паук-брахипельма. Это те, кто, собственно говоря, живет на земле, те, кто плетет паутину, те, кого мы чаще всего видим. Паутину плетут все, наземники называются по способу охоты. У них внутри есть коврик, на котором они живут, охотятся, линяют, то есть у них весь процесс жизнедеятельности происходит на небольшом коврике. Но они ядовиты для человека, опасны, нет? Яд есть абсолютно у всех, но яд не опасен. Выделяют несколько уровней токсичности, у наземников, как правило, низкая токсичность. Но у них есть другой механизм защиты. На обдомине у них сзади ядовитые волоски. Вот этот счесанный черный ворс, это как раз волоски, которые он счесывает. Но если поглажу я, ничего не произойдет. Но сам он может их чесать, потому что на задних лапах есть шипы, которыми он как раз подирает. То есть он такой гибкий? Нет, вот на задней лапах. А если погладишь ты, Катя, то что-нибудь произойдет. А можно его взять в руки? Да, да, да. Ну давайте это сделаем. Ой, какой кошмар. Ну иди. Это мальчик, девочка? Это девочка. Это девочка. Она такая невесомая. Там, по-моему, от нее паутина тянется. Да, 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 паутина прям тянется от нее. Ну слушайте, ну она очень милая на самом деле. Вот эти пушистые волоски, какую они роль вообще играют? Чувствительные. Из-за плохого зрения, несмотря на то, что у них 8 глаз, в пространстве они ориентируются с помощью чувствительных волосков. Также у них есть волоски, которые по-своему определяют запах. Ну точнее при съедобности еды. То есть если я засуну к нему палец, и он вдруг заинтересуется этой вибрацией, поставит лапы, проанализирует, что я не съедобен, просто потеряет ко мне интерес. Как интересно. А у нее имя есть? Брахипельма Никарагуа. Слушайте, ну это, конечно, нужно обладать очень развитым речевым аппаратом, чтобы ее назвать по имени. Но это имя... Девочка моя, ну давай, иди к себе в домик, иначе ты станешь моей брошкой. Это имя такое, ну научное имя. Все названия пауков на латыни. Есть простоязычные названия кучерявый мексиканский паук. Вот, она у нас будет кучерявая мексиканская паучиха. Николай, вот подскажите, пожалуйста, у вас такая огромная прям коллекция про этого паука. Мы с вами уже поговорили, мы поняли, что это кучерявый паук такой. А вот это что за паук? Не опасен ли он? Для человека нет, тоже довольно спокойный вид. Это лосиадора парахибана. Это если на латыни. А простым языком это лошадиный паук. Лошадиный паук является третьим по величине птицеедом в мире. Вырастает до 23. А почему лошадиный, но птицеед? Слушайте, сейчас такая каша у меня в голове. Если честно, я не подскажу, почему именно его так называют. На самом деле есть какие-то адаптации русского языка к паукам. Белоколенный паук, краснозадный мексиканский паук. Но как они произошли, к сожалению, не подскажу. Я все-таки их начинаю запоминать на латыни. Слушайте, а почему он сидит на дереве, а не на подстилке вот на такой обычной? На подстилке есть декорацию просто. Иногда им можно закидывать какие-то предметы, которые они изучают, вертят, оплетают паутины. Можно солдатика, шарик теннисный закинуть, они будут это изучать. Вот ему понравилась кора, и он с нее не слазит. Так, отлично. Третий питомец кто? Который у нас сегодня здесь представлен. Я понимаю, что это паук, но тоже очень симпатичный на самом деле, такая яркая краска. Это бархипельма Эмилия. Эмилия. Она относится к цветным бархипельмам. Вот как раз мы, Миллеры и один дома, там снималась ее, так сказать, сестричка. Там была бархипельма Смитти. И те, и те цветные. Это рекордсмен по долгожителю среди пауков. Ей сейчас 6 лет. Она еще вырастет как минимум в 2 раза, но живут они, могут доживать до 30 лет. Очень долгий рост, но оно того стоит. Тот, кто переживает, что кошечки и собачки живут не так долго, можно завести, в принципе, паука. Слушайте, ну она ко мне не идет на самом деле. Не знаю, с чем связано, но мои руки не больше воспринимают возможность из-за того, что я с ними чаще контактирую. То есть они еще не к каждому пойдут, да, вот это, боятся. Но они вот как питомцы, они тоже чувствуют своего хозяина или нет? Нет. Сознания у них нету. У них просто набор разных реакций на раздражители. У каждого вида свой характер. Это как с собаками или с кошками. Если знаешь этот характер или как он будет реагировать на тот или иной раздражитель, в прямом смысле им чуть-чуть можно управлять. Чуть-чуть. А сколько лет вы занимаетесь изучением пауков? Вообще, прям вот, не то что болезнь, любовь у меня с детства. Любовь с детства? Прям очень захотел птицееда с 16 лет. А коллекцию саму собираю 3 года. Но это же очень высокий показатель за 3 года, такое количество пауков. Это же у вас интенсивное изучение идет, я так понимаю. 35 видов, а 200, потому что у меня было 4 разведения, 2 я оставил, 2 уже как бы отдал. А разведения, то есть они у вас размножаются, то есть вы и разводите пауков? А чем вы их кормите, вот что интересно? На самом деле можно кормить одним видом. В их эндемичной зоне разнообразные могут быть пищи, то есть это маленькие змеи, лягушки, насекомые, грызуны. У меня же это тараканы, мучные черви, сверчки. Их вы тоже разводите? Нет, их покупаю. Расскажите, пожалуйста, насколько пристальное внимание нужно паукам? Вот ваша жизнь насколько посвящена этому делу? На самом деле по минимуму, то есть маленьких достаточно кормить от 3 до 5 раз в неделю, можно и реже. Нормальный отказ от еды взрослого паука может достигать до 2 лет. У меня в норме по 4 месяца отказывались. Два года они могут не есть? В взрослом состоянии, да. Вот это не еда. Я уезжал в отпуск на месяц, и как бы ничего с ними не произошло. То есть кто-то еще даже и вырос за этот промежуток. Обалдеть, то есть можно спокойно уехать в отпуск, оставить коробочки, в них отверстия, и ни о чем не беспокоиться. Вода, еда не нужна, и со спокойной душой отдыхаешь. Да, из-за того, что я бы хотел, чтобы они быстрее росли, поэтому я их кормлю чуть чаще, чем 1 раз в 10 дней, и чуть чаще подливаю воду. Но если вдруг этого не будет месяц, ничего критичного не произойдет. Так, а расскажите теперь страшные истории. Убегали ли когда-то от вас пауки? Да, убегали. У меня было около 4 побегов, но они все быстро находились. Соседи находили? Нет, все были в пределах дома, находил сам. То есть ничего критичного. Если один там сбежал далеко, и его не было неделю, они выбегают на мокрую тряпочку. То есть по центру комнаты кладется тряпочка, и он туда выбихает, потому что хочет пить. Какие советы вы дадите тем, кто решает завестись пауков? Какие меры предосторожности, какие нужно соблюдать? Я в первую очередь консультирую по технике безопасности, что нужно делать, что не нужно. Для паука контакт с человеком – это в той или иной степени стресс. Просто агрессивный может прогрессию проявлять в форме, вставать в стойку, поднимать лапу, говорит, я тебя могу укусить. Либо сейчас это ядовитые волоски, а у, так сказать, лояльных, добрых паучков – это стресс, потому что они отказываются от еды. То есть они не говорят, что мне плохо, либо еще что-то, они просто не едят. Ну то есть там несколько часов я на денег оставляю после контакта, чтобы они просто успокоились. Устраивают голодовку такую, забастовку. Да, из основных принципов – не тыкать его пальцем. Если он ползет, просто подставлять руку, он сам на нее заползет. Никаких преград. Отлично. А как вы считаете, почему некоторые люди действительно боятся пауков, и вот эта арахнофобия, она неконтролируемая абсолютно, но вот человек боится? Вот с чем это связано? Ну вот через меня прошло, наверное, более 300 людей, которые в том числе и боялись. И самый распространенный – это когда человек не может контролировать хаотичное движение лап, его это пугает. Невозможность контроля. А остальные – это в детстве укусил паук. Родители рассказали, что это опасно, это ядовито. Кто-то говорит, что это мерзко, но обычно после 15 минут с пауками это мнение меняется. И дай в ручку, и дай подержать, и сюси-пуси, и какая милота. Это скорее стереотип. Он полез. Слушайте, а вот такая еще есть интересная история про то, что приметы, что пауки – это к деньгам. Это с чем связано, как вы думаете? И вообще на вашей жизни это отражается? У вас столько пауков? На моей жизни точно отражается, но откуда пошло, это не знаю. У меня это точно отражается. Стало больше пауков, стало больше денег? На самом деле, это моя любовь и мое хобби. Я этим просто очень сильно заряжаюсь. И чем больше я рассказываю людям о том, какие они прекрасные, тем, можно сказать, лучше себя чувствую. Слушайте, ну вот это очень контактная, такая коммуникативная самочка, конечно. Она прям идет вообще активно на руки. И она очень милая, на самом деле, очень симпатичная. Меня аж передернулось, честно. Но у меня вот нет в опыте, я боюсь грызунов, но с насекомыми все гораздо проще. А пауки действительно, мне кажется, очень милые за счет вот этих… Покажу еще одну новость. У них есть липкие части на концах лап и коготки. А друг с другом они дрожат, кстати? Вообще у них в природе ганнибализм. Это что значит? Более сильные особи поедают слабых. Ну, в состоянии стресса они, возможно, друг на друга не отреагируют. Но в природе, скорее всего, они друг друга съедят. Это не у всех заведено. Есть стайные виды, которые могут жить колониально. Отлично. А маленькие паучки, насколько они маленькие, вот когда рождаются? Вначале это вообще желтая жидкость, которую они вливают в кокон. И потом они уже формируются в яички. Они там около… от 1 до 4 мм в зависимости от вида. А выживаемость у них какая? Процентов 70. Часть в коконе неоплодотворенных яиц потом просто загнивают. Если появляется этот запах, самочка съедает кокон. То есть вот этот вот большой паук, он когда-то был размером с 1 мм? Да. Ничего себе. Отлично. Ну что ж, Николай, спасибо вам огромное за сегодняшнее невероятно познавательное и интересное утро. Конечно, оно точно всех взбодрило кого-то интересом, кого-то страхом. Спасибо вам огромное за визит. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Напомню, в студии был Николай Пономарев, коллекционер «Арахна Кипер». Утро вместе продолжается. Спасибо. Спасибо.